Всем привет! Я начинаю такой цикл видео о том, как построить дом на своем участке, какие бывают проблемы, сложности с этим и что нужно сделать и чего лучше избегать. В общем, надеюсь, что это будет полезно. Хочу сказать, что я где-то около 8 лет уже занимаюсь продажей земельных участков, где-то около 4 лет занимался с продажами домов и участвовал даже прорабом в некоторых объектах. Поэтому, может быть, и это все в Хабаровске было, поэтому, может быть, мой опыт будет вам полезен. Вот сегодняшнюю тему я хотел бы задать такую. Не стройте большой дом. Не нужно строить большой дом. Вот почему это плохо и в чем минусы этого дела, я расскажу сейчас. Значит, во-первых, ситуация какая. Сейчас я вот около 30-40 домов продал в свое время. Наблюдал, как люди просто сами себя раскачивают, что ли. Получается, что сами себя раскручивают на большего размера дом. Когда начинается работа с архитектором, хочется еще какую-то комнату, гардеробную добавить, складское помещение какое-нибудь. Лучше еще комнату для бабушки, которая может приехать и так далее. В итоге дом растет по размерам. Но всегда ли это хорошо? Вот вопрос. Значит, я заметил, что, как правило, люди строят дом, у которых денег на весь дом нет. То есть они строят его и по мере строительства где-то изыскивают, зарабатывают, занимают и так далее. Поэтому изначально вот это вот увеличение площади, оно вредит в том плане, что потом сложнее закончить стройку. Дом сам по себе это такое очень хлопотное занятие, хлопотное строительство. Поэтому денег часто не хватает. Гораздо чаще их не хватает, чем их хватает в ситуации таких. Поэтому лишние площади, если вы добавляете 10 квадратных метров, это не только вы к дому добавляете, но и к фундаменту, добавляете к крыши и так далее. То есть к отделке. Поэтому стоимость дома, как правило, она часто выходит дороже, чем изначально планируется. Поэтому это первый такой минус того, чтобы строить большой дом. Второй минус. Потом, если даже вы построили его и смогли его отремонтировать, отделку сделать, то потом появляется вторая проблема. Его надо содержать. Во-первых, это отопление. Отопление бывает очень недешевое удовольствие для большого дома. Это очень хлопотно. И потом также уборка и различные другие расходы. Поэтому это серьезный минус, который... Например, многие люди думают, что если у них сейчас хорошо дела идут, то и они всегда будут идти хорошо. Но, к сожалению, жизнь, она немножко тут вносит свои коррективы. Бывают взлеты и падения. Вот сегодня у меня взлет. Вот я построил большой дом. Завтра у меня падение. Я даже не могу насобирать денег на то, чтобы его отопить. Не дай бог, там батареи прорывает или что-то еще. Вот это второй такой большой минус. Третий минус в том, что потом такой дом очень сложно продать. Вот сейчас один из моих знакомых, он там строит коттеджный поселок. Я не буду говорить, какой. И он начинал строить дома. У него был типовой проект 130 квадратных метров. И он внимательно очень следил за рынком. Поэтому он один из немногих, кто достаточно успешно достроил и там фактически остался в прибыли. И вообще как бы все у него хорошо идет. Когда он увидит, что творится на рынке, что происходит, он просто типовой проект уменьшил до 75 квадратных метров. И вы не поверите, у него все было распродано. Потому что на маленькие дома есть спрос. В хорошее время, в плохое время. Маленький дом всегда легче продать. Если вы, например, думаете куда-то уезжать, то лучше, конечно, строить маленький дом. Потому что большой дом зачастую вы не можете продать даже за те деньги, которые вы в него вложили. Только даже стоимость не можете отбить, затрат. А маленький дом, он вполне может и прибыль принести. Вот я приведу сейчас два примера. Один из моих знакомых решил себе строить дом. У него жена архитектор. И они там вместе сначала хотели 200 квадратов, потом 300. Потом решили спортзал, потом решили бассейн. Короче, у них получилось где-то 750 квадратных метров. Несмотря на наши предостережения, они все-таки решили строить такой дом. Он был где-то 3-2 этажа в глубину еще. И вот у них было где-то на тот момент 1,5 миллиона рублей всего. И вот они начали делать котлован. Котлован был очень большой. Я могу сказать. Когда они доделали его, у них уже часть денег закончилась, испарилась. И потом начали делать фундамент, отливать. И на этом моменте их деньги фактически закончились. А потом настала печальная полоса в жизни, когда нет денег. Так бывает тоже. И вот этот огромный котлован в хорошем месте, кстати. Место шикарное. Участок очень ликвидный был. Он стоял, стоял, пока его не начало заливать водой. Потом это превратилось в огромное гигантское озеро. Потом выяснилось, что нету... Все деньги были потрачены на дом и не хватило на аренду. И, соответственно, перевести в собственность он не смог, потому что даже фундамент не достроил. В итоге он потерял просто этот участок вместе с котлованом. А что могло быть? За полтора миллиона он, в принципе, мог вполне построить себе домишко квадратов 80 на тот момент. Это было, может, лет 8 назад. 7-8. И жил бы себе спокойно, перевел землю в собственность и все. Второй пример. Это мой брат родной. Он тоже построил достаточно большой дом. Но он неоднократно жаловался тоже на то, что... Очень хлопотно его достраивать. Он сейчас там живет, но дом не достроен. И, конечно же, неоднократно просто... Вон, вот, кредиты, в общем, там займы какие-то. Много очень денег уходит на достройку. Чувствую, что на несколько лет все это дело растянется, скорее всего. И поэтому, ну, неоднократно он уже пожалел о том, что сделал такой большой дом. В общем, я вам желаю хорошо очень все взвесить перед тем, как строить. Во-первых, строить большой дом можно тогда, когда у вас есть все деньги. То есть вы можете обладать и средствами, чтобы его полностью достроить сразу. Тогда это может быть один из таких вариантов, чтобы позволить себе большой дом строить. Во-вторых, надо быть уверенным в том, что достаточно долгое время у вас будет хорошо дела идти. Или есть большой финансовый запас. Ну, тогда тоже это имеет смысл. А, конечно, у многих людей такое вот, что вот сейчас построю, один раз в жизни строю. Буду там жить, потом будет мне тесно и так далее. Мне кажется, это возражение, оно немножко такое неактуальное. В том плане, что вам ничего не мешает потом построить еще один дом рядом. Или домик, или баню, или летнюю кухню, или зимнюю кухню. У вас есть участок, на нем есть место. Если у вас будут хорошо дела идти, будет тесно. Но никаких проблем, сделайте пристройку к своему дому. Это намного грамотнее и выгоднее, чем сразу пытаться осилить, поднять слона, как говорится. Вот, поэтому, ну вот такой мой опыт, такие рекомендации. Если у вас какие-то есть вопросы или мнения, пишите, с радостью отвечу и подискутируем на эту тему. Всего хорошего, всем пока!